Здравствуйте всем! Сейчас я позвоню Питер. Я являюсь руководителем сектора развития продуктов в университете Иннополис. И Скандер была на открытии рассказывала, что у нас реализовывается проект «Справа модели Республики Казахстан», в рамках которых мы разрабатываем ряд решений, основных, которыми является областная геоинформационная платформа. Я попытаюсь очень кратко, но это не естественно, но и все. Сейчас уже никого, наверное, не удивить лучшим решением. Никаконечным, когда можете по рабочему месту вашему получить доступ к такому инвизирусу. И что-то приобрести. Это уже достаточно глубоко прожилось в настоящее время. Есть, скажем так, этап, уровень, который для нашего рынка сейчас относительно новый. Он только развивается. Это, как раз, хочу рассказать, платформа, как сервис, модель, в которой предоставляется не какое-то конечное решение, а именно следа для разработки таких решений. И как раз таки наш фонус сейчас в проекте ориентируется на платформу в первую очередь, и у второго уже на ряд решений для конечных пользователей из различных подрослей. Собственно, почему в инфраструктуре я про все это рассказываю, да, потому что набор этих инструментов, он как раз таки образует некую систему полноценную для того, чтобы работать с геоданными, работать с алгоритмами обработки данных. На каждом этапе, начиная от получения, заканчивая выводом какой-то аналитики, получением новых сайтов, принятием управленческих решений на базе этих данных. Элементы, которые входят сейчас в нашу систему, это маркерплейс геоданных, я позднее расскажу чуть подробнее. Это процессинг проводки геоданных, хранение и управление геоданными как персоналами, так и компанией, резонанская аналитика и непосредственно сама среда разработки для разработчиков из решений, любых решений, которые используют геоданные, и используют алгоритмы обработки. Подводя, платформа является неким интегральным решением и соединяет всех игроков рынка. Здесь на схеме кратко обозначено, как данные процессы поступают на платформу и для кого они используются. Это и государственные проекты, это коммерческие проекты, это даже проекты, которые затрагивают всех жителей и людей, которые используют геосервисы в своей обычной группе. И такая модель, она позволяет стимулировать все в некой единой среде достаточно решенной, и использовать каждый элемент в отдельности и совокупно для решения тех или иных задач. Если структуру смотреть, платформ, в основе, конечно, лежит сама среда разработки, то есть это инфраструктурный сервис, который позволяет разрабатывать и разворачивать улучшенные решения, тестировать и быстрее выводить на рынок. И самое решение, это второй наш фокус, это как раз бесшовная связь четырех продуктов маркетплейса, хранилища, процессинга, и визуализации аналитики, то есть этот подклад. Преимущества, собственно, есть и для конечных пользователей, они замечательны в том, что у нас инфраструктура сквозная, то есть вам не нужно, например, покупать данные на одном месте, складировать их к другому, и потом обрабатывать, не знаю, у себя, на дискторе третьих решений. То есть мы сейчас сводим это всего у нас, сводим это всего единый продукт, что позволяет упростить и ускорить работу с биоданами. Для платформы, платформенная часть, для разработчиков, то есть очевидный плюс это снижение затрат на инфраструктуру, которые требуют, на самом деле, большие капитали положены, чтобы развернуть центр обработки данных, хранилища биоданных, все прекрасно знают, что это космические объемы, и развернули всех этих снимков и данных архивов, и поступающих вновь. И сокращение времени, которое требуется от момента разработки какого-либо решения, как мы делаем, как мы делаем, до вывода и до навыков, и до доведения его, то, конечно, ввозить. Теперь чуть поподробнее и вкратце расскажу про каждый из элементов облачного решения для конечной пользы. Маркетплейс для данных. К чему мы стремимся, к чему идем, это сделать некий агрегатор всех типов данных. Агрегатор не, как всем известно, условно, заемок в свалке, где данные не актуализируются, база данных, но не качественная, а именно данные, которые проходят определенный контроль, они верифицированы, эти данные очищены с точки зрения данные, например, эти данные можно сразу либо обработать, либо визуализировать, либо сложить специальные механизмы, чтобы поделиться с коллегами, которые выставляют эту работу. Это, собственно, фокус 2. Качество данных и их актуализация. Процессы. Здесь мы пытаемся собрать алгоритмами в автоматическом режиме, которые позволяют наладить первичную обработку геоданных базовых, то есть большинство капитальных интексов, в том числе. Но больший фокус, что мы делаем, это максимально оптенитизировать процессы дешеврирования и алгоритмы распознавания. Охватываем сейчас все возможные классы, начиная от объекта капитального строительства разных типов, заканчивая дорогами, свалками, вырубками, изменения, связанные с сельскохозяйственными полях и так далее. И фотогерметрическая обработка. То есть это автоматическая дискоточка обработки, которая позволяет получить word form-планы, которые получают цифровые модели PGEF, 3D модели территорий. Да, то есть как пример часть нашего интерфейса. Я, в принципе, уже про профессор стал, здесь чуть подробнее про основные имущества и национальности процесса как хранение. То есть это стандартное обычное хранение, с которым, в принципе, все знакомы, да, то есть только здесь фокус делается именно на геодан. То есть сложная структура папа геоданных, да, этими данными быстро оперативно делиться, предоставлять доступ прямо в облаке других пользователей. Возможность импортировать, экспортировать данные, конвертировать в нужный формат. И последний такой элемент, да, то есть нам нужно данные в систему отводить, нам нужно их визуализировать, нужно на базе этих данных получать отчеты, изучать все эти обработки, все эти процессы и так далее. То есть это инструмент, который позволяет сложить некий конструктор карт, управлять слоями с этими данными, делать базовую аналитику по этим слоям, и получать какой-то готовый результат. Про инфраструктуру для разработчиков, да, уже более возможно останавливаться не буду, но на самом деле это является ядром платформы, которую мы разрабатываем. И именно эта инфраструктура по логике и по нашим расчетам должна в дальнейшем успорить и удешевить в принципе разработку решений и вывода их на рынок уже для предыдущих пользователей. То есть что бы вы ни разрабатывали, мы пытаемся насытить максимально теми инструментами и сервисами, которые позволят максимально быстро на ваших пользователях. сходить. Да, смотрю еще немного на партнерской модели. На самом деле это основа, на которой держится вся платформа, да, то есть сюда входит большой спектр типов, да, партнеров, которые потенциально могут как являться пользователям платформы, так и предоставлять свои решения, свои данные, свои сервисы для того, чтобы другие могли брать эти компоненты, да, разработки и делать на их основе уже свои решения. Да, возвращаюсь еще немного, потому что мы проект делаем не одни, он очень небольшой, вождатный, нам здесь помогает ряд компаний, которые отвечают за посещение данными, за предоставление основной инфраструктуры для тех, кто обработки данных. Инфраструктурный сервис — это сама платформа, как раз очень занимается университет на полисе, и платформенные сервисы сельского хозяйства, классы распознавания объектов, методику поизменили, фотограмметрические сервисы — все будут доступны как платформенные сервисы для дальнейшей разработки и для использования, конечно, будет. Собственно, это все. Я старалась из них положиться, если не понравилось, и я смогу его сделать.